Одной из версий Пушкина назвали Александром в честь Суворова, который в день рождения будущего поэта взял Турин. А вот почему новый питомец Ленинградского зоопарка получил кричку Брауни? Сейчас узнаем у Андрея Яковлова. Андрей, еще раз тебе доброе утро. Привет. Доброе утро. Посмотрите, как я в гостях сегодня у семейства Альпака. Так уж повелось в Ленинградском зоопарке называть их хлебобулочными изделиями. Отец Брецель, например, вот он сзади меня, кстати, очень такой резкий нрав у него, не подпускал к своему малышу. Бабушка Сушка и мама Гренка. А вот еще малыш Брауни у нас появился. Он как раз стоит за Ириной Ильиной, которая за ним ухаживает. Ирина, доброе утро. Брауни, привет. Доброе утро. А как давно у вас появился этот малыш? У нас малышка родился 9 августа. Какой у него нрав. Такой сейчас маленький, активненький. Малыш очень активный, очень жизнерадостный. Он очень много времени проводит со своими родителями, играет с папой. А папа, я смотрю, его защищает постоянно. Папа обязательно должен охранять своего малыша. Так. И а как вообще... Какой у них нрав у этих животных? Это очень спокойные достаточно животные. Обитают они в природе в Южной Америке, Перу, Чили, Анды, в горах. Поэтому обросли шерстью. Так эволюция решила. А вообще, они же верблюдовые, да? Семейство верблюдовых. Шерсть у них на самом деле растет очень густая. Зимой они очень хорошо согреваются за счет этой шерсти. Но их периодически бреют на лето. Как они чувствуют себя в наших северных условиях? Они очень хорошо адаптированы. Их очень много где содержат у нас. Так, вот у нас как раз смотрит сейчас в экран. Ему все интересно, любопытно. Часто в гости к нему заходят. Я смотрю людей, он абсолютно не боится. Да, он вырос у нас практически на руках. Хоть он и живет с семьей, но выкармливаем мы его сами. И к нему ежедневно приходят люди. Ну, подходи, подходи. Ему нравится. Да, не у каждого посетителя Ленинградского зоопарка будет вот такая вот возможность ткнуться носиком. Брауни, привет! Вот видите, какое приятное хлебобулочное изделие у нас появилось. Ну, не хлебобулочное, конечно. Имя у него такое. А долго выбирали имя? Очень быстро. Учитывая, что у нас все хлебобулочные, и по цвету подобрали именно эту кличку. Так, ну, сейчас, кстати, альпаки, как они к зиме готовятся в дикой природе? Здесь-то понятно, альпаки в Ленинградском зоопарке находятся в укрытии? Для них здесь сделаны специальные домики, куда они могут зимой уходить, погреться. Там им и еду кладут, и сено подстилают специально. А в природе обрастают шерстью. Вот как бабушка сейчас, да? Как мама. А, это мама. Это мама. А, это бабушка. А, это бабушка. Что-то почему-то у нас мама выглядит старше бабушки. Потому что маму в этом году не брили, в связи с тем, что она ждала малыша. Мы ее брить не стали. А бабушку и папу побрили. Так, ну вот мы с вами познакомились с семейством альпака. Они готовятся к зиме. Ну, Ирина, вам огромное спасибо. Ну, а мы продолжаем прямой эфир программы «Утро в Петербурге».